Здравствуйте! В эфире программа Горячая линия. В хуторе Усатого Балка, что входит в состав города-курорта Анапа, живет одна единственная корова. И совсем недавно кто-то написал анонимную жалобу на ее хозяев в администрацию муниципалитета. Приехали чиновники и запретили выпускать животное на улицу. Почему так произошло и что делать? Сейчас попробуем разобраться. Хутор Усатого Балка расположен в 10 километрах от Черного моря. До ближайшего пляжа полчаса езды на машине. В 90-е годы Сергей Карпенко получил здесь земельный участок и завел личное подсобное хозяйство. Как и соседи, держал домашний скот – коров, свиней, кур. Здесь было больше 60 голов крупнорогатого скота, не считая мелких. Также, когда строился, держал свиней, бычку держал, плюс работал. Никому ничего никому не мешало. Когда начали здесь заселяться дачники, на всем все стало мешать. Приехали люди, которые хотят дачу поближе к морю, но подешевле. Вот она поближе к морю и подешевле. И они говорят, мы приехали сюда отдыхать. С севера приехали, там пенсионеры еще откуда-то, с Москвы приехали, люди дачи строят. И они все требуют условий, как будто они в центре Анапы живут. Вот курица пробежала, вот там еще что-то, петух прокричал. Они пишут жалобу, бегают с телефонами, фотографируют, не так стоит травинка. Они спустились с балкона, они не знают, что такое корова. Что такое встать в 4 утра, накормить, напоить, подоить. Это их не интересует. Привязываю, я привязал. Приходит трехлетний ребенок. А если она его цепит или веревкой зацепит, что будет? Скажите, а где вы корову пасете? Нигде. Нету выпасов, все забрали. Сейчас в хуторе нет специально отведенных мест для выпаса домашнего скота. Все свободные поляны в аренде или проданы. Поэтому Сергей выпускает свою корову в лесополосу напротив дома. Точнее, выпускал. Это была совхозная земля. У вас на весь поселок одна корова? Одна корова. И для одной коровы не нашлось выпаса? А где? Покажите. Вы покажите, где у вас тут есть альтернативная земля? Нету. А вам администрация не предлагала даже альтернативу? Они приехали только наказать. Сергей говорит, что его корова стала достопримечательностью хутора. И чтобы максимально обезопасить посетителей, которые приходили смотреть на диковинную живность, он огородил место выгула временным забором. Приходят дети маленькие, обезопасив себя от тюрьмы, их от того, чтобы она их ударила, или голову, это животное. Оно может трогом зацепить, копытом. Я, прежде чем вот это все ставить, было все расчищено. Я нанимал технику, руками. Отпустить ее туда не могу. Корова своим языком подбирает все. Если она заглотит проволоку или салфан, она умрет. Здесь просто стояли коровы. Стояли. Я кормлю круглый год сеном. Косить негде. То есть у вас и покоса нет? Ничего нет. Кого здесь косить, покажите. Когда свежая есть, я еще могу где-то чего-то накарать. С черпом, потому что, чтобы не попалось ни проволока, ни стекло, ничего не попалось. Никто, кроме Карпенко, лесополосой не занимается. Поэтому расчищен только участок напротив его дома. Но это не устроило кого-то из соседей. На мужчину и его корову пожаловались. После этого к Сергею приехала целая делегация из администрации Анапы. Временное ограждение и корову постановили убрать. А вы знаете, кто на вас жалуется? Нет. А дело в том, что человек, который жалуется, он не написал свою фамилию. И он не написал своего адреса. Мы просто живем для себя. Но люди видят, приходят, ой, молочка, молочка. Особенно пожилые, которые когда-то держали скотинку, еще хотят молочка. И в любое время нам могут прийти вечером и рано утром. И попросят, и что, мы не дадим молока? Мы хотим прокормить себя. И нужно кормить животных. Если мы будем просто все раздавать, то животные сдохнут с голода. У нас ни одной травинки нет, чтобы можно было где-то вывезти, поставить корову. Каждая травинка покупная. И нам хотят коммерцию приписать. Какая-то коммерция. В горячей линии идет знакомиться с единственной дойной коровой хутора – Лаской. Но, оказывается, в стойле она не одна. Совсем недавно, еще до жалобы, Сергей приобрел телочку. Через полтора года она тоже сможет снабжать молоком всю округу. Конечно, если будет еда. Она ласковая, она всех обделю, любит, целуется. Вот представь, если другому зацепит. Вот я отдаю штаны. А он попадает у него весь блог облизанный. Не надо, микрофон тоже нельзя. Соседи Ласки – ангонубийские и альпийские козы. Их Сергей вообще не выпускает. Я боюсь выпускать по одной простой причине. Есть такая поговорка, старая русская. Хочешь погружаться с соседом – выпусти козу. Какой хороший. Это у нас девочка. Что там? Супруга Сергея говорит, что жители и гости хутора, которые приходят сюда пообщаться с животными, ни разу не говорили, что скотина им мешает. Тут нормальные отношения у всех, кто давно живет. Все друг друга знают и все друг другу стараются чем-то помочь. А те участки, которые разделены, там хаос и всякое разное. Люди, которые чужие приехали. Я не знаю, что у них в головах и в каких местах они жили. Но что для них животное – это страшнее атомной войны. Чтобы подтвердить, что корова никому не мешает, Сергей даже написал коллективное заявление и собрал подписи всех соседей. Давно вы здесь живете? Семь лет. Семь лет. Вам коровы мешают? Я специально сюда приехал. Коровам? Да. Не мешают вот эти коровы? Нет, нет, нет. А вот когда они здесь стояли? И здесь вот стояли хорошо было. И мы с ребятишками даже вот гуляем со своими, да, так подходим, кормим их, все как бы нормально. На полевую 14 горячая линия пригласила представителей местной власти. Но к нам приехал только руководитель территориального общества самоуправления Анатолий Каверин. У нас раньше свиней держали, коров держали, гусей, уток ходили, свободно паслися. Сейчас изменились правила содержания домашних животных. Курей нельзя водить, гусей нельзя выпускать, все должно быть закрыто. А где можно человеку все это закрыть на трех соток, на четырех соток, я не знаю. Вы бы разрешили, если бы у вас были полномочия? Я бы разрешил бы. Что бы было? Санитарные нормы соблюдаются. Скотина у него меньше пяти головок, пять головок выше, там другие нормы. У человека земля, ЛПХ, он может иметь личную подсобную хозяйство. Но то, что у него нет территории для выгула и все прочее, ну это власть должна прийти и сказать, Ирия Александрович, вот мы его выпаса вам нашли, вы можете там косить сено, содержать животных и все прочее. Вот вас наделали как-то что-то. Но этого нет. Поля заняты, все, выпасать негде. Ну человек приспособил вот тут здесь держать его, привяжет, корм дает ему там, они не гуляют, нет, самый. Ну а дальше... Дому не мешает. Они приехали, сказали, что это незаконно. Из районной власти, из администрации, правильно? Ну да, я не знаю, они не представлялись. Был представитель Анапского сельского округа, он сказал, что эта лесополоса вроде не их. Доказать, чья это лесополоса, кто претензии может предъявлять, я не знаю. Горячая линия отправилась в администрацию Анапского сельского округа. Мы попали в обеденный перерыв. Час ждали. Приехавший глава, услышав о проблеме, ничего по делу сказать не смог. Ну вы так прям сходу-то, начали познакомить, чай попить, а потом уже. Комментарии от сельского округа все же удалось получить. Заместитель главы ВАСа Брундуковская пояснила, что жалобы поступили не в их отдел, а в городскую администрацию. Для чего мужчина это все устраивает, непонятно. Он совершил противоправные действия. Ему по хорошему администрация города-курорта Анапы предложила альтернативу, как это все устранить. Смотрите, хлев находится на территории его домовладения. Животные на момент приезда управления ограниченного комплекса, и я там была, находились на муниципальной земле. А какое это время было? День или ночь? Это днем было. Животные днем выгуливаются? Животные днем выгуливаются, если они на привязи. Они находятся, секундочку, они находятся в загонах, которые самостоятельно, без разрешения, гражданин установил напротив своего дома. Где альтернативное место для выгула крупного рогатого скота? Его обязывает управление ограниченного комплекса убрать вот эти вот незаконные постройки с территории муниципальной земли. При этом противозаконно. Ему было предложено обратиться и взять каким-то образом эту территорию в аренду. Я написал вот, пожалуйста. Кому отправили? Вот это письмо отработает управление агропромышленного комплекса. Горячая линия отправила официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в администрацию муниципального образования Анапа. Но ответа на него мы пока так и не получили. Итак, это был хутор усатого балка в Анапе. Мы спросили эксперта горячей линии, что делать, если в сельском обруге нет места для выпаса скота. Адвокат пояснил, что предоставление пастбищ – прямая обязанность местных властей. Законодательством принятым на уровне Краснодарского края определены полномочия муниципальных образований по вопросам определения территорий, которые необходимо выделять под пастбища в целях выпаса скота. В силу данных полномочий муниципальных образований они обязаны предусмотреть наличие таких территорий для того, чтобы выпас скота осуществлялся в специально отведенных местах, которые соответствуют санитарно-ветеринарным требованиям. Граждане, юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства обращаются в муниципальное образование с заявлениями о предоставлении им в аренду соответствующих земельных участков в целях выпаса скота, заключения с ними договора о аренде. Выпас скота в неотведенных для этого местах недопустим и даже наказывается штрафом. Когда животноводы осуществляют выпас скота на непредоставленной им территории на таких земельных участках, если эти участки находятся в собственности муниципального образования, тогда администрация вправе взыскивать плату за фактическое использование земельных участков. Для того, чтобы узнать, где на территории муниципального образования разрешено осуществлять выпас скота, для того, чтобы заключить договор о аренде, мы обращаемся в администрацию муниципального образования соответствующего. Можем продублировать такое обращение в администрацию Краснодарского края. Если на территории муниципалитета нет земель для выпаса, нужно требовать от чиновников, чтобы они выделили такие места. Тогда мы снова обращаемся, но с другим заявлением. С заявлением о том, чтобы законодательный орган муниципального образования предусмотрел и внес соответствующие изменения в документы территориального планирования. То есть отвел территории муниципалитета для указанных целей, потому что Краснодарский край – это сельскохозяйственный регион, сельское хозяйство, животноводство у нас в приоритете. И муниципальное образование такие территории предусмотреть должны. Бездействие органов муниципальной власти можно обжаловать через прокуратуру и суд. Суды по административным искам об оспаривании, признании законным, действия бездействий должностных лиц, органов муниципальных вправе возложить на такие структуры обязанность выполнить в определенный решением суда срок необходимые мероприятия, которые будут направлены на то, чтобы этот вопрос был разрешен. И такие территории были предусмотрены и отнесены в документах территориального планирования для заключения договора аренды земельных участков в целях выпаса скота. Это была программа «Горячая линия». Если вы попали в подобную ситуацию, то алгоритм решения проблемы у вас уже есть. Пользуйтесь. Обязательно подпишитесь на наш канал в Рутубе и Ютубе. Называется он «Кубань24Док». Там вы можете оставлять свои комментарии, присылайте свои письма на адрес электронной почты, звоните на телефон «Горячей линии» и обязательно добивайтесь справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok